Отметка в 5 метров пройдена. Строители заканчивают возведение первого этажа нового кафедрального собора в Черевинске. Стены уже готовы. И сегодня рабочие приступили к заливке потолка под присмотром митрополита. Подробности в нашем сюжете. Это у нас высота идет. Это вот высота идет до отметки 20. Нет, вот это вот, арычевая. Митрополит Никодим внимательно изучает чертеж нового собора. Вот площадка, на которой они стоят, это первый этаж. Сразу над ним будет зал для богослужений и алтарь. То, что сейчас перед нами и то, что мы называем первым этажом, это уже крестильный храм, это актовый зал, это библиотека, это классы для того, чтобы могли дети и взрослые заниматься. Это и трапезная, чтобы люди могли прийти чай попить. Сегодня строители приступают к заливке пола первого этажа кафедрального собора. Высота помещений 5 метров. За три часа с помощью бетона насоса планируют залить 300 квадратных метров. А до конца недели предстоит забетонировать еще две площадки таких же размеров. Общая площадь кафедрального собора, то есть перекрытие на отметке 5 метров, это 3500 квадратных метров. Если это брать в объеме, это примерно 800 метров кубических бетона. То есть на сегодняшний день будет освоено примерно 7 процентов, к концу недели процентов 15-20. После этого строители будут возводить уже второй этаж. Каменщик Юрий Колесник 25 лет выкладывал мартеновские печи на металлургическом комбинате. А сегодня работает в кафедральном соборе. Говорит, что ему не терпится привезти сюда внуков на праздничную службу. Великое дело делается. Строится храм Христа Спасителя. Кажется, каждый должен нести свою лепту. И это будет, как говорится, потом через поколение передаваться, что участвовал, делал. Кафедральный собор Рождества Христова строят второй год на народные пожертвования. Это будет пятикупольный белоснежный храм высотой в 75 метров, способный вместить около 3000 прихожан. К середине июля здесь полностью зальют перекрытие первого этажа. И приступят к строительству храмовой части и парадного входа собора. Первое богослужение планируют провести к 2020 году. Ульяна Любимова, Екатерина Старикова, Евгений Чекалов, ОТВ.